Сегодня у нас 5 августа 2021 года. Мы знали, что поеду в город Игорь. Сказал в 9, а потом сказал в 10. Я поэтому все успел передать, которые вы хотели там. Но ответа нет никакого. Я уже запрос сделал в Белорус заехать, его там не было. Дальше не знаю. Тут дело другое. Пошел дождь. И мы, где вода была стекать, а доски не плотные, и мы сверху на щельник. Там Андрею Синок дал много этих греющих срезанных. И этот работал самостоятельно. Он обед себе заработал. Дело другое. После обеда опять дождь идет. Я сижу дома. И вдруг у меня какое-то такое желание просто все бросить и пойти к вам. Что-то неладно у них. А с чего, я не знаю. Посмотрю. Вижу, там выше, поиграли в этот. В арминтон? Да, что такое. Что с этим? Подхожу. Велосипед стоит. Кто-то на велосипед садится уже. Видно, что не старуха. А это Борина Демаспиновна. Ой, в чуде. Вот никого. А что-то здесь. Она, оказывается, вас и не видела. Вы на огороде были. Она стала говорить, разумеете, одно и то же от человека. Вы Марину не видели, с ней не договаривались. Но дальше пойдет целая цепь. Цепь одно на другое. Никогда я столько не видел людей, которые по одному и тому же делу. Это бычка, наверное, нашел. Вон под березы пошел кто-то. Алексей, вот на той стороне. Это Исаак. Исаак? Исаак. Исаак? Исаак? Максим, садись. Наверное, быка появились. Больше не зашел. Он бычкой кушать приносил. Я знаю. Я знаю. Марина, я начала говорить. Зачем она приезжала, Марина? Я ее сколько раз приглашаю, побыть здесь. Она писала, как обратилась к Богу, там наставление дать. Начала давление, говорится, Андрея Васильевна. У нее не было никогда без давления. Леща из себя сала сбылась. Там много накопила. И всю жизнь стонет. В дребезге. Вот валяется прямо. Человек еще это слово сказал, так же бросается, как жить наконец. Эта болезнь не от Бога. Ее исследовали всякие врачи и сказали, болезни нет. Это внутреннее. Внутреннее разрывает человека. Я ей говорил, вот это мне надо. Нет, никогда не злись. Не завидуй. Не поноси. Ну и все. Не, 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 не. А мне все переполнено этим. Я говорю, в чем дело? Она стала говорить о помидорах. Что? Залывалась. Ты с ней разговаривала? Нет, я вообще ее не видела. Это видно, может быть, Люба. Ой. Понимаете. Вы властье с причинением. Мне это не подходит. Блажение давать, нежели принимать. Блажение давать. Я не могу брать, потому что заплатить у меня нечего. У меня денег нету. Совершенно нету. Как говорится, ни рубля. Ну вот. Блажение приехал, и сразу нужно 30 тысяч положить на кон. И ночью у меня уже деньги здесь. Которых я не видел, в руках не держал. Пишут люди, которые чувствуют нашу молитву друг друга. Я только заказ сделал. Уже привезли деньги. Рассчитался. Дело в общем. Начинайте закулисную игру. Что-то вам не хватает. Молока. Еще чего-то. У нас в деревне держат только две семьи. Крупный рогатый скот. Коров. Дойный. Это Андрей Устинов и Юльчук Евгений Владимирович. Его нету, значит. Там жена осталась, Людмила. Хорошая женщина. Она будет. Но. Брать мы ничего не можем нигде. Мы не можем. Потому что мы здоровые люди. Можем работать. У нас всего полно. И вермишели, и муки, и хлеб стряпаем мы. Вы сама видишь, что у нас масло. Растительное. Сол, сахар, варенье. Рыба. Там и гальян, и карась. Но. Молоко. Вот и всякая ягода. Крыжовник. Крыжовник. Малина. Поставь на место. Это у нас бесплатно. В нескольких местах. Мы не бедные люди. Но тут началась какая-то игра. И она говорит. Помидоры. Я говорю. Какие? Она сюда лишний раз не заходит. А тут. Была и уже на велосипед. У Люды. Какой? Матушки Люды, она Людмила. Нет. И еще. Хозяин в высшей степени не расположен к нам. И в интернете, и везде, и поношение, и всякое злословие. Зачем лезете туда? Он в церковь не ходит. Раз в год может придет и все. Зачем лезете туда? У него беда огромная, страшная, непоправимая. И он из этого не выходит. Сейчас лежит там. И ковид этот глотает. Но мы за него молимся. И каждый день его упоминаем в молитвах. Это его действие. И она без него не должна хозяйством распоряжаться. Он хозяин пока. У нее были арбузы, она садила. И по сколько килограммов, каждый арбуз взвешивает. У меня деньги в прошлом году были. И мы арбузы эти катали сюда. Не должны ни копейки. Поняла? Так мы помидоры тоже хотели у нее купить? Но это через Надежду Васильевну видно. Она же договаривалась. Я не знаю. Остановитесь сейчас. Вы хотели. Я сказал, находясь здесь, вы должны меня предварительно эти условия не нарушать. Потому что она не хозяйка еще. А он знает со самыми паскудными людьми. С самыми позорными. С прелюбодеями. И он злодей-злодей. Он знает со с кем. Крестный ход пришлось вокруг домов делать. И вымыл Господь этого исчезлица. Просто ужасно. Все рассказать нельзя. Зачем туда лезть, осквернять все? Никакой нужды нету. В этот дом, пожалуйста, к Андрею. Покупайте молоко. Покупайте сливки и сметану. Покупайте сыр. Что они там делают? Творок. Разрешено. Вам этого мало? А мне козьего надо. Я не могу ей еще сказать. Купи козу. И с собой его увози. И ешь поискозу. Не ходить и не брать. Это только я отговорил. Говорю, мы не будем брать. Она считается вещем. И она не хозяйка. Хозяин не расположенный к нам. Живой. Он обязательно ткнет и расскажет. Вы ходили по дворам собирали. Вы сели и уехали, говорится. Подолы подобрали. Глотать эту желчь будем мы. Я тот сынок познаю лучше вас. Прошу, подчините. Иначе я обязан вам сказать. Вы не правы. И вы мне делаете просто печаль. Подчиняем. Козлиного молока. Понимаешь? А почему не куриного? Значит, в прошлом году так же люди были. Я уступил. Они взяли. Взяли. А сыну-то не знаю. Когда сказали. Они так ахнули. Еще раз. Несколько раз дороже моего молока. Коровьего. Вы брали. Вы им платите. Мне назад я не хотел. Меня это не касается. Идите работайте у него. Отработайте тогда. Здесь игра это не пройдет. Заплатили? Мы сразу. Первый раз было. Яйца принесли там. Яйца. Но это вроде дары какие-то. Мы узнали сколько. Стоит и тут же деньги. А они тогда. Вот еще люди-то добрые. Никак. И сегодня только она отъехала. А вы уже там хотели. А труба и намертво. Не брать. Приходит Иосиф. Банку в руке держит. Какой-то молодой человек. Кого он имеет в виду? Уж ли это у него отрока? Тебе это молоко приносит? Да вот молодой человек рядом с вами. Я не пойму о ком речь идет. Он при тебе банку приносил? Ну да. Я развернул назад. А не тебе приносили? Он на него показывал. На меня. На меня. А ты откуда его узнал? Кто просил? Нет. Это если только мы у Вали просили. Когда Вали шла с козой. И все. Больше мы его не знаем. Почему он козьми на молоку теперь? Какое отношение имеет, что люди приносят сюда? Не знаю. Ты с ним разговаривал с кем-то? С кем-то? Нет. Нет, нет. Он только в прошлом году попил немножко козь. Да нельзя этого делать, я сказал. Вы просто для меня делаете великую печаль. Мы вместе молиться уже не можем. Вижу, что вы лукавые, хитрые. Начинаете, мне говорится, золу сыпать в глаза. Молоко ему надо. Молоко на столе. Сметана сейчас только была. Я не беру сметану. Ты видишь, почему? Я не платил деньги. Вы заплатили. За столом сидим Володе. Он деньги если есть. Я не беру. Он покупает, когда потеряю ски не привозят где-то. Пожалуйста. Это его деньги. Я не покупаю молочное. У меня не на что. Давайте договоримся. Вы нигде ничего, ни помидоров не покупаете без совета со мной. Там дверь закрыта. Вот у Ирины сейчас. И раз. Я Иосифа вернул. Молоко козлиное. Тем более мы не берем здесь. Развернули назад. Притом люди добрые. Которые принес Иосиф. Сейчас Степа является здыней. Никогда не было. И в один день. Марина. Как целая цепь идет. И все. Дать надо что-то дать. Не зря обеспокоился и пошел сюда. Вы устроили здесь уже барыги. Настоящие. Барыжничайте. С барыгами знаете. Мне это не подходит. Мне это не подходит. Я еще раз говорю. Не выходите. Один дом ходить можно только вам. Надежда Васильевна и дядя Вова. Где он ходит вместе. Это понятно? Да. Никуда не ходить. Ни в чей дом не заходить. Да мы никуда не ходим. Вообще мы никуда не ходим. Ну видите. Уже опутанная. Уже опутанная. Сидит. Сидит. Я его спрашиваю. Сейчас. У вас дынь много? Потому что его мать. Ее прозвище есть. Золотая женщина. Даже пьяница у нас тут была. Она очень добрая. Болеет. Она последнюю дыню отдаст. Мы этого делать не можем. Ты сама видишь, что там пряники сушеные. Хоть что-то как-то дать. Теперь мы узнаем, что. Нравится ему. А у нас такого ничего и нету. Дать-то. Поэтому брать мы у них тоже не можем. Просто так. А Валя сказала об этом. Где-то там. Помолиться. Мы молимся не за деньги и не за помидоры. Мы молимся за него. Каждый день. За ее мужа. Каждый день. Если скажут. Вот там это. Что-то. За что-то. Я уже молиться отодвину. Молиться все равно буду. Мы молимся за всех правителей. За страну. Вы слышите, как перечисляем. Не путайтесь под ногами. Иначе молитва вас раздавит. Которые пищи принимаете, будете сблевывать ее. Ты поняла? Не бери у такого-то и, говорит, сблюешь. Это Библия говорит. Этого держи. Ни с кем не разговаривай в деревне. Никому не подходи. Ты понял? Угу. Ты приехал ко мне в гости. Все. Ты в моей власти находишься. Поэтому ты держишь там пилим. С дядей Виталием ты поддерживаешь. Поехали мы к аренду. Тебя везут. Пиздец. Ты берешь, собираешь дорогу. Ну боевой парень. Годится. Так? Отношения хорошие. Не нарушай их. Восстанавливать намного труднее будет. И это, я думаю, сегодня не последний. Еще кто-то должен прийти. Козу приведут вам сюда или что-то. В аренду ее возьмите козу. С моего разрешения. Кормите, плавите. Кормите. Кормите. Соски не отормите. Вот я уже говорил. В моем хозяйстве я разбираюсь. Это кошка. Вот это вот. Сенька. Сенька. Покажите. Ой. Почему Сенька? У нее глаза. Голубые? Голубые. Она на днях принесла 6 котят. И вы знаете, что было? Куда? У нас здесь 4 котят. Какие кошки? Приезжаем туда еще 5. 9. И все зиму кормим. Чужие, приблудные. С улицы. Каждый год. И какую устроили больше? Прихожу домой вчера. Залезла на палате. Только зашла. Барбали. Уже 4-ех принесла. 4-ех. 4 до 6. Сколько будет? В этой 6. И там 4. Сколько будет? 10. 10 только котят. Но чернушка у меня вот-вот разродится. И еще 3-4 принесет. Что? До своих 4 кошки. Вот уже 17 кошек. Еще нам... Кто хозяин? Кошки или мы? А мы. Ну, а что устроил вчера истерику? Здесь этой скотиной я распоряжаюсь. Дома ты можешь держать 120 кошек. И свою еду отдавать им, а сам поедешь на кладбище. Они сожрут тебя. Так, давайте жить мирно. Тихо. С молитвой. Я вас поминаю в молитвах, а вы меня. Вот. Хорошо? Видите, как засыпилось. Один за другим все. Идут, и идут, и идут. Мы работаем там. Сегодня после обеда не пошли. Дождь. А там мы ползаем. Какая-то... Отработка. Доски промазанные. Мы пойдем на палатки. Ползем. Палатки делаются пропитанные. Ну... Ну, не делай. Я говорю, не пойдем после обеда. Ну, после обеда уже не пошли. Вот какое дело. Ты поняла меня? Да. Главный щили сейчас, это ты. Понимаешь, ты там была, здесь была. Надежда Васильевна, ходите, ухаживайте, помогайте. Мы одна семья. И поэтому блины все можно брать. Но посуду не брать. На место вывода хоть в фартук, хоть на голову себе блины тащи. Мне разницы нет. Или там шапку заложи. Без нас, в принципе. Посуду нельзя брать. Потому что у нас были конфликты за посудой. И поэтому, если там кто-то приносит, я сразу назад возвращаю. Хорошо понял? И лишним не брать. Не брать. А легче нам приглашать, чтобы было за столом. И там что-то помочь надо, что-то отнести. И посещайте. Там качели есть. Тебе по деревьям шлындать не надо. Нет никакой нужды. Там качели. А зачем мне шлындать по деревьям, если есть тарзанка? Мне лучше на тарзанке кататься. Отлично. Внизу еще качалка там есть. Да мало того, еще качели большие. Там размахнешься, если тебя сзади качает, так ты подойдешь там выше дому. Там мил какие гигантские качели. Дальше ездим по ягодам. Здесь можно поискать малину. У нас даже здесь я сегодня побрал. У меня все, ребята. Это маленький вам наказ. Не портите наши отношения. Деньги есть, козу покупайте. Вы только с собой и увезете. Что смиряться-то? И все. Дядя Вова безотказный берет тебя. Ты ездишь. Я говорю, держись. А он сидит на машине. Он как дернул, он кубок как ела его. А я тебе говорю, держись за борт. Он дернет, лицо у тебя поедет по борту и занозы войдут. Ты делай, как я сказал, сиди ровно, цепишься. Тем более ехать рядом. Скорости такой нету. Несоблюдение правил безопасности переводит к аварии. Ты, парень, шустрый. Мне это нравится. Но не нравится, когда ты так никого себе бросил, поработал, и уже надоело, уже глаза закатил и пошел. Так, дядя Виталий, идем сейчас мы. Переперва. Все. Благодарю за наставление.